Теплый прием, душевный разговор. За чашкой чая в кабинете директора Зареченской школы Ирины Каратеевой нахлынули воспоминания. Зоя Петровна Стоцкая, больше 20 лет проработавшая завучем, напомнила, как проходили трудовые будни коллег-педагогов в 80-е. Вы пришли, зажгли всех, вот завела сразу же всех. С чего началось? Это ежемедельно методические семинары по всем школам района. Руководитель нового поколения именно такой Гильда Александровна предстала перед коллегами, возглавив управление образованием. Острый ум, глубокое понимание жизни и умение разглядеть в учителя будущего серьезного управленца. Одним из таких открытий стал нынешний глава Заречия Юрий Чередниченко, который пришел в школу учителем, затем стал директором, а после и вовсе руководителем городского поселения. Я считаю, что вот с директорами школ, Зареченской школы, повезло. Повезло. Нигде не было ни одного злоя и ни одной ошибки. Я могу сказать вам только одно искренне и от души спасибо огромное, Гильда Александровна, за то, что вы сделали для Одинцовского района, для Зареченской школы, для всех наших детей. Всегда с улыбкой и искоркой в глазах Гильда Бот могла и похвалить, и пожурить. Так было с Ириной Каратеевой, когда она только приступила к директорским обязанностям. Руководящего опыта не хватало, и тут на помощь пришла мудрая и отзывчивая наставница. Я помню первая тарификация, и что-то там не пошло. И вы по коридору проходите, и в кабинете четко в трех фразах, знаешь, ты теперь руководитель, и ты несешь ответственность за всю свою команду. Ну, все понятно. Почетный гражданин Одинцовского района. Это звание отличник народного просвещения Гильда Бот не относит только к себе. Несмотря на большой трудовой путь и успехи в развитии системы образования, считает, что такое решение главы – заслуга всех педагогов района. Я и Андрею Робертовичу очень благодарна, что он поддержал, потому что инициатива вроде как от директоров школ шла, но я понимаю все вещи. Вот поэтому я очень благодарна, действительно, вот такой высокой оценке системы образования, не меня как личности. В былые времена руководитель могла запросто, без предупреждения, приехать в любую школу. Просто так пройтись по рекреациям, заглянуть в кабинеты, пообщаться с учениками. В Новой Зареченской школе Гильда Александровна впервые. Здесь радует и удивляет все. Просторные холлы, великолепный актовый зал, раздельные столовые для начальной и средней школ, библиотека, где проходят творческие вечера и, безусловно, ледовая арена. На льду ученики школы знаменитой фигуристки Ирины Слуцкой, которую хорошо знают в Одинцово. В Заречии два бассейна, спортивные залы, великолепная кухня. На перемене в коридор выбегают ребята и тут же окружают гостью. Как нам добиться успеха, спрашивает молодежь. У Гильды Александровны всегда есть ответ. Подскажите нам, пожалуйста, как добиться успехов, достичь вершин. Вы знаете, это у каждого получается... Как получается, будем так говорить. Вот я с восьмого класса хотела быть учителем. Вот я. Именно у иностранного языка я учитель немецкого и английского языков. Вот я с восьмого класса знала, что я буду учителем и никогда не пожалела. Вы, если серьезно уже решили, значит, нужно посмотреть, а какие особенно предметы нужны для того, чтобы стать будущим хорошим юристом. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.